В этом видео мы поговорим с вами, почему возникают дефициты витаминов и микроэлементов. Я медицинский психолог, нутрициолог, а значит здесь про здоровье, ментальное и физическое. Что влияет на дефициты? Очень-очень многое. Хронические инфекции, гипотиреоз, недостаточность, гормональная, болезнь крона, целиакия, мальсорбация, снижение кислотности, плохая экология. Вода, которая вымывает очень часто и становится не очень хорошей поддержкой вашего организма. Вода, содержащая фтор, хлор, водопроводная. Это история с проблемами с ЖКТ. Витамины В1 обычно это алкоголики, кофеголики. Также люди, у которых есть хоть какие-то проблемы с ЖКТ. Диабет второго типа, гипотиреоз, агренолиновая недостаточность. Это все влияет. Другой момент. В3, В2, В1. Действительно, это витамины, которые снижаются при болезнях. Кроны, анорексии, ВИЧ-инфекции, проблемах с эстрогеном, ревматоидным артрите. Огромное-огромное количество всяких заболеваний. Витамин В6 тоже снижается, когда есть алкоголизм, астма, гистационный диабет, беременность, уремия, болезни печени и так далее. Другой момент. В12 снижается при циррозе, ожирении, при щелочных значениях PH. Я всегда удивлена, когда многим советуют просто пить достаточно много яблочного уксуса или воды с лимоном. При щелочных значениях PH, в присутствии кальция, важно помнить, что абсорбция многих веществ действительно в подвздошной кишке осуществляется. Соответственно, бывает что-то не всасывается. При дефиците В12 тоже может быть нехорошая история. При дефиците биотина еще одна нехорошая история. И причина это и алкоголизм, и какие-либо паразитарки. Витамин С тоже бывает в дефиците, потому что избыток меди, железа. Проблемы с витамином Д, тут у нас дефицит магния, парад гормон, почечная недостаточность. Витамин Е бывает в дефиците, потому что есть холестаз или, например, какая-то синдром мальсорбации, целиакия, муковисцидоз, хронический панкреатит. И когда витамин К в дефиците, то тоже бывает болезнь крона или какая-то такая история не очень хорошая. Магний может быть и увеличен, и понижен. Кальций тоже может быть, диета с высоким содержанием белка снижает экскрецию кальция. Кофеин и натрий также увеличивают потерю кальция. В общем, каждый день легче не становится цинк, железо, селен, йод. И причин этого очень-очень много. Почему? Один дефицит тянет за собой другой. Мальсорбация, диабет, заболевание почек, печени, секреция желудочного сока. Именно поэтому врачи, диетологи будут зарабатывать огромное количество денег, потому что у каждого человека будет какой-то дефицит каждый божий день. И всех анализов каждый день не проверишь. Всех болезней ЖКТ за день не вылечишь. И при изменении одной болезни она может переходить в другую. И, соответственно, что вам хочу сказать? Что дефицитов будет много. И я считаю, что супер важно закрывать себя рационом. Всегда поддерживать и смотреть, что приходит из еды. Максимально делать так, чтобы это все усваивалось. И стараться работать с желудочно-кишечным трактом, чтобы у вас все работало. Потому что при недопереваривании, при мальсорбации все это влияет. Например, перебрали белка, там снизился кальций, было много магния, там опять какая-то проблема с другим моментом. Чай, какао, напитки. Это все ухудшает поглошение кальция в кишечнике. То есть, оксалат хилатирует кальций, увеличивает экскрекцию скалом. Многие любят оксалаты в питании. И, соответственно, неграмотные доктора, диетологи показывают, что есть можно все разнообразно. Это все ложь. Потому что нужно знать свой личный анамнез. А его никто не знает. И поэтому общие фразы это прекрасно. Но, когда касается дела прям момента, это можно только проверить по анализу. Гипопаратериоз является распространенной причиной гиперкальциемии. То есть, и гипо, и гипер, все это не очень круто. Подписывайтесь на мой канал, здесь про здоровье. Я хочу вам сказать, что не отчаивайтесь, во-первых. Во-вторых, всего не нужно знать. И во многих случаях можно использовать добавки, которые действительно вам нужны для усвоения. И все на этом. Потому что я вам перечислила. Сегодня одного не хватило, завтра другого. И что из этого? Что теперь? Не жить, не дышать, не ходить. И у одного одного много, у другого другого мало. Вот так. Вот так. Вот так.